Если театр начинается с вешалки, то милиция с оперативно-дежурной службы. ОДС, как называют ее сами правоохранители, центр управления всеми силами УВД. Работа здесь кипит и днем, и ночью. Тут нет случайных людей. От каждого сотрудника требуется уравновешенность, выносливость, сосредоточенность и максимальная оперативность. Когда речь идет об оказании помощи, счет может идти даже на секунды. Оперативно-дежурная служба является центром управления всеми нарядами милиции, которая находится в частности в городе Бобруйске. Оперативное реагирование ими на заявления и сообщения граждан о преступлениях, административных правонарушениях, а также различных происшествиях. Это можно даже считать, что это сердце управления внутренних дел. ОДС – это не только служба 102. После принятия звонка оператор связывается с группой быстрого реагирования. Сообщает всю необходимую информацию и направляет к месту ЧП. 902.50. В ЛКСН-25 возле подъезда ожидает заявитель. Заявляет кража, кража из кармана. Соблюдаем меры безопасности, не забываем экипироваться, использовать подряд. По прибытию доклада. 17 ноября, 4 часа дня, на пульт оперативной службы поступает звонок. На том конце провода встревоженный молодой человек. После странного сообщения в мессенджере его мама идет в банк за кредитом. Никаких деталей не разглашает. Говорит, ей запретили. Дальше за дело берется ГБР. Работа здесь и опасна, и трудна. Иметь дело приходится непосредственно с теми, кто нарушает закон. Это и дебоширы, и люди с тюремным прошлым, преступники, а порой не всегда адекватные личности. Приходится объяснять. Психологии больше. Да. К каждому человеку отдельный подход. Надо искать. Некоторые агрессивные. Приходится как-то компромисс находить, уговаривать иногда. Если уже не получается, приходится применять физическую силу спецсредства. По приезду оказывается, женщину по телефону разводят мошенники. В контакт с сотрудниками милиции она вступать отказывается. Впрочем, как и с родным сыном. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, потерпевшая не успевает взять займ. И вот, спустя полчаса уговоров и попыток привести несчастную в себя, она начинает понимать, что к чему. Правда, личные средства, которые преступники успели вывезти с карты, уже не вернуть. А это свыше 6 тысяч рублей. Представился, что он кто-то в Минске, старший лейтенант финансовых расследований. И отправил его в банк, потому что на него выписали кредит. И надо там якобы личный кабинет или что-то такое сделать. Стальные нервы, молниеносные действия и полная самоотверженность. В результате работы оперативно-дежурной службы оберегается не только имущество, но и жизни. Рисковать собой ради спасения другого для сотрудников МВД – часть ежедневной рутины. Историй, где приходилось действовать буквально, забыв об инстинкте самосохранения множества. Кристина Риянц, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.